И так, как сказал Александр Лукашенко, вопрос о слиянии, говоря по-русски о вхождении Республики Беларусь в состав нашей страны, или давайте скажем по-другому, чтобы не обижать наших братьев, это же наши братья белорусы, вопрос о вхождении двух стран друг в друга в состав. Лукашенко сказал, что слияние нецелесообразно. Он это сказал после встречи с Путиным, которая продолжалась весь световой день. Это очень много для простого разговора, обычного разговора. Понятно, что это не протокольный разговор, разговор был, что называется, на чистоту и без формальности. Может, даже без галстуков. Итог. Полный разрыв. Ну, как полный? Куда деваться? Нам мы соседи друг от друга, тем более Беларуси. Все-таки Россия больше, чем Республика Беларусь. Но, именно после этой встречи, еще раз, Лукашенко не допускает мысли. Так, понимаем мы в России, может, мы ошибаемся, но его не всегда можно понять, Александр Григорьевич, что он хочет сказать. Ну, понятно, что ни о каком вхождении, а ведь это могло бы быть, еще совсем недавно, чтобы Республика Беларусь стала бы частью нашей страны. Цитата из Лукашенко о России. Все последнее время. До встречи с Путиным Лукашенко заявлял о том, что Беларусь в ближайшем будущем сможет обходиться без поставок российского газа. Цитата. Лукашенко считает, что вмешательство белорусские выборы могло проходить через финансовые структуры, что уже идет драка за премиальный европейский и наш рынок между основными игроками, поставляющими природный газ. И альтернатива есть. Читай «Альтернатива России». Можно ее найти. Лукашенко считает, что вмешательство белорусские выборы могло проходить через финансовые структуры Белгазпромбанка, который ранее возглавлял Бабаряко. Участник президентской гонки, сейчас он в тюрьме. Цитата. За всей этой историей дела Белгазпромбанка стоит что-то большее, чем просто финансовые дела Бабаряко и его коллег. Очевидно, что дело идет к обнародованию куда более серьезных фактов по куда более серьезным категориям. Например, по факту вмешательства иностранного государства, читай Россию, в белорусские внутренние дела. Откуда такая риторика? Мое предположение. Я уже однажды его высказывал, Лукашенко меня не опроверг и не остановил. Лукашенко был бы согласен на то, чтобы вся страна, которая, как мы видели по событиям в Минске в августе, в сентябре, в октябре прошлого года, не вся страна разделяет всенародную любовь к президенту, не все ее жители, молодежь особенная. Ну, Лукашенко привык решать за всех. Ну, вот так. Один решает за всех. А кто не с нами, тот против нас. Это мое предположение. Один за всех. Он привык к этому. Вот если бы ему был предложен пост вице-президента России, тогда, пожалуйста, Беларусь входит. Мое предположение, могу ошибаться. А если председатель Совета Федерации, допустим, вместо Матвиенко, ну куда это, это оскорбление. Вот и пошла риторика. Бабаряков вообще наш агент. Вмешательство иностранного государства, еще манера не называть, да? Ну, на всякий случай. Белорусские внутренние дела. Дальше читаем. Опять Белгазпромбанк. Цитата Лукашенко. Почему эти цитаты у нас не обсуждаются? Даже в сети. Ну, широко не обсуждается, так скажем. Мы, в свою очередь, знаем, что кукловоды, стоящие за его деятельностью, Белгазпромбанк. Ну, Газпром, очевидно. Миллер, кукловод. А там, где Миллер, там и Путин. В Газпроме вообще без Путина ничего не решается. Опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в Газпроме. Я правильно сказал, Миллер? А может быть и выше. А выше кто? Путин. О чем речь? О том, что Бабарико ставленник Российской Федерации. Наш человек в Минске. Вот, так сказать, поэтому он пошел в тюрьму. Дальше Лукашенко. Заявляет, что властям в Минске удалось, цитата, сорвать масштабный план. Масштабный план. По дестабилизации страны не допустить Майдана. Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси. Вот так понимаешь, что с кукловодом он в Красной Поляне и встречался. Могу ошибаться. Лукашенко о ходе избирательной кампании. И выборы мы проведем, вы не волнуйтесь. Что у нас? Первые выборы? Знак вопроса. Главное, чтобы мы страну не потеряли. Чтобы мы не отдали страну разгильдяям и тем, которые обещают с вертолета деньги разбрасывать. Кто же обещал-то, господи? Инвесторы придут и нам что-то принесут. Мы в своей стране разберемся как следует. Ибрест мне не чужой. Это мой город. Там прошли тяжелые жизни. Берегите себя. Будьте спокойны. Не напрягайтесь. Нас и так напрягли с этим коранпсихозом. Но самое страшное для нас, чтобы под этот шумок нас не прибрали. Вот это для нас главное. Кто хочет прибрать Беларусь, чтобы кредиты давать постоянно? Лукашенко тоже не уточнил. Лукашенко о вмешательстве в России выборы. Сегодня мне доложили, что у одного из моих сыновей в Швейцарии 840 миллионов долларов. Такие фейки будут постоянно. Кстати, это подбрасывается структурами, в кавычках, бабичевскими, не загорями из России. Это не наше. Это из России идет информация. Потом они извинятся, снимут. Но людям-то в мозги уже вбросили это. И опять. Ясно, что там за ними, это за незагорями и бабичевскими, я понимаю, кукловоды стоят. Все кукловоды. Извините, у Путина кличка там кукловод. Или как у Лукашенко кличка лось у нас. Но это так вот говорят. Я не знаю. И в Польше есть. А в Польше тоже есть кукловоды. Вот. И из России. И из России подкидывают. Лукашенко о переговорах с Россией. Я им всегда говорю. Вы добром должны белорусов к себе звать. И когда уже искрить очень начинает на переговорах, я говорю, мы выстоим. Мы в землянках подыхали, но не подохли. Конечно, это только потрясающее. Мы и сейчас выдержим. Но с кем будете вы? Видимо, мы Россия. Ну да, наша речь. Вы подумайте. Когда этот Газпромовский банк мы прихлопнули, они все поняли. Ну вот все. Вот цитаты. Это вот так спасибо за кредиты, за помощь, за многое. Ну а как по-другому-то говорить, если вот так с нами. Вот правда вот как. Простота, она, конечно, хуже воровства. Я часто Путину говорю, Лукашенко. Я понимаю тебя. Ты не можешь Беларусь потерять. Я понимаю, что воевать, чтобы сохранить Беларусь, ты тоже не можешь. С кем воевать, Александр Григорьевич? С кем? Кто претендует на республику? А главное, зачем? Сельское хозяйство привлекает? Беловежеская пуща с зубрами? Куда Машеров, который Миронович никогда Брежнева не пускал, чтобы зубров не перестрелил? Он же охотник был, Брежнев. Потому что начался процесс выдавливания России с очень маржинальных рынков. А, Евросоюза, Б, Украины, Белоруссия является второй после Германии страной по объему закупок газа из России, а также крупным импортерам нефти. В общем, мы без Лукашенко не проживем. Объяснил зачистку оппозиционных кандидатов на предстоящих выборах президента. Это борьба, которую можно сравнить с попыткой переворота, готовившейся из-за рубежа. На сохранение этой страны я пойду, чего бы мне это ни стоило. Да кто нападает-то? Разве не Россия строит там атомную станцию? С атомной станцией как воевать? Она взорвется от случайного снаряда. Мир что, переживет второй? Значит, Чернобыль, что ли? Не делать героев призывает из банкиров, арестованных под делу Белгазпромбанка. Не надо из варюх, обуржуевшихся этих банкиров, прочих мошенников, которые там сидят в Белгазпромбанке делать героев. Этого не получится. Ни узниками совести они не станут, ни пушистыми, ни белыми. А в чем они виноваты-то кто-нибудь сказал бы? Что они сделали? Бабарико тот же. На выборы шел. Первый канал. Сплошное вранье. Лукашенко. Он на днях своему сыну Виктору присвоил звание генерал-майора. Лукашенко. Как я понимаю, сын начинал сразу с майоров. Уж до этого нет сведений. И вот он уже генерал. Может быть, будет министром обороны. Не знаю. Сын генерала тоже сильный. Для президента. Когда человек делает для своей страны, для Республики Беларусь больше, чем Петр Миронович Машеров, легендарный герой Советского Союза, очень непростой, кстати, человек Петр Машеров. Лукашенко действительно сделал очень много. Я когда-то пытался спорить с ним. О Василе Быкове зашел разговор. Я говорил президенту. Александр Григорьевич, не было трехтомника Василя Быкова в Минске. Местное издательство не издавало. Москва издавала, а местное нет. Почему? Издает трехтомник. Круглянский мост, великая книга. В ответ я слышал, Василий Быков, это оппозиция. Андрюха, ты не понимаешь, это Зенон Позняк. Какая мне разница, кому Быков больше верил, Лукашенко или Зенону Позняку какому-то. Он великий писатель. Бежавший от Лукашенко в Германию, ушедший из жизни там в Германии. Как Алексей Евгеньевич сегодня. Не убедил. Невозможно. Оппозиция и все тут. Если человек не видит никого кроме себя, то он никогда не оставит свой пост. А если он никогда не уйдет с должности, то рано или поздно и Россия, и Беларусь это такие государства. Мы славяне. Где все переходит в собственную противоположность. Ну, закон такой же. Все очень быстро и незаметно переходит в собственную противоположность. И человек, сохранивший страну, не давший 90-м годам ее убить, не допускавший ни Березовского, ни Гусинского, никого рядом, в итоге сам становится чуть-чуть Березовским, чуть-чуть Гусинским, чуть-чуть, чуть-чуть. И теряет самого себя. Здравый смысл. Вот эта риторика, это, как мне представляется, уже не здравый смысл. Это совсем другой диагноз. Но это уже надолго. Если не навсегда. Мы тоже виноваты. Никто не спорит. Когда диалог не получается, семья. Всегда в равной степени виноват и муж и жена. Но всегда. Хотя одному кажется, что это вот та сторона, другой, да. Всегда. Но закон жизни. Чуть-чуть тут, чуть-чуть там, потом не чуть-чуть, потом тоже не чуть-чуть. Но всегда. Итог. С кем у нас у России сегодня дружба настоящая? С кем? С соседями Украина, Беларусь, Грузия, другие страны. Не говоря уже о Евросоюзе. Но ведь и у Лукашенко такая же ситуация. А у него-то с кем дружба? С нами, с Зеленским или с Евросоюзом после этих выборов? И резолюция Европарламента по Лукашенко по выборам. Вот оказалось. За что боролись? Не за это. Напоролись? Что там, что здесь? Искусство политики – это не искусство. Политика – это не искусство со всеми ссориться. Со всеми. Разве я не прав? Бауэр! Продолжение следует... Продолжение следует...